Стрелки часов зашли за семь, а это значит, что наступило утро нового дня. И с вами его встречает Артем Андреев, Александр Карнович. Доброе утро, и это 31 июля, последний день второго месяца лета, то есть нам осталось наслаждаться вот всей этой красотой, по родителям и летними каникулами своих детей, всего лишь один месяц лета. Да, знаешь, и весело и грустно, потому что, ну, с одной стороны, сколько уже можно отдыхать, уже хочется немножко, знаешь, более мягкий, приятный, бархатный сезон, а с другой стороны, ну, это же лето. Кто вообще готов отпустить лето так быстро? Ну, что же, остался последний месяц, поэтому давайте наслаждаться им по полной. Ну, а мы сделаем все, чтобы и это утро, и, соответственно, день прошли для вас. И замечательно. Да, главное не грустить и понимать, что еще есть время все успеть, еще есть время съездить на море, как полагается отдохнуть, как полагается загореть, потому что я уверена, что еще не всем это удалось, но, тем не менее, еще и 30 дней в запасе есть, а потом бархатный сезон, так что не все так грустно. И плюс очень немаловажно, чтобы было удобно всегда добираться до этих самых морей, и как раз-таки именно поэтому будет служба автомобильных дорог Крыма намеренно избавиться от пробок на Евпаторийском шоссе. Все мы знаем, что около развязки аэропорта постоянно скапливается огромное количество машин, что пробки бывают и час, два, особенно если это воскресенье, особенно если это ориентировочно от пяти до девяти часов вечера, можно простоять, вот если ты в девять попал в эту пробку, можно простоять до одиннадцати. Будут строить транспортные развязки, увеличивать количество полос движения именно для того, чтобы была возможность объехать эти пробки. Ну, а подробнее разбирался в этом вопросе и узнал мнение водителей Дмитрий Попов. Сейчас выйдем 60 километров, а когда пробки тогда вышибывали, 10, 15, 5 километров. Илья Железков отвозил дочку в аэропорт. Раньше на эту дорогу тратил час. Нынешняя ситуация его радует. Отлично. Такое ощущение, как будто попадаешь в выходной день. Даже не веришь. Машин, пусть еще нет на трассе. Вместо двух тут заработало сразу четыре полосы движения. Подъезд к аэропорту, часть дороги Симферополь-Красноперекопск-Армянск. Ее строительство завершено на 75%. Объект федеральной целевой программы по поручению главы республики Крым для ликвидации за вторых ситуаций мобилизовали все силы и открыли данный участок. Не забывают и про качество покрытия. Ежедневно проверяют три выборки на тысячу квадратных метров. Вот мы видим, отобрали образец из покрытия. Здесь видно, что здесь два слоя. Проверим на качество уплотнения, физико-механические показатели и толщину ложного слоя. Строительство трассы продолжат, но полосы перекрывать не будут. Специалисты переключились на задачи, которые не помешают движению транспорта. Это не пробка. Просто тут работают светофоры. Раньше, как правило, именно из-за них здесь образовывались проблемные ситуации. Но после строительства транспортных развязок их устранят. Строительство мостов идет полным кодом. Все по графику. В стройматериалы поступают без перебоев. Поставили плиты. Сейчас идет армировка. Ставится опалубка под заливку. Будет заливаться бетон. Длина участка дороги Симферополь, Красноперекопск, Армянск, где идут работы, более трех километров. Стоимость проекта, включая две транспортные развязки, 1 миллиард 900 миллионов рублей. Строительство завершат в середине 2020 года. Дмитрий Попов, Алексей Семенов. Новости 24. Симферопольский район. И все же самый разгар курортного сезона связан не только с пробками, увеличенным трафиком и повышенным количеством туристов. А еще и, как так сказать, с придорожными закусочными. Понимаешь, о чем я? Я прекрасно понимаю, о чем ты. Потому что нередко приходится ездить по делам, по работе именно с утра. Да, и вот знаешь, с одной стороны можно это назвать закусочной, конечно, а с другой стороны вроде бы как это и маленькая стихийная столовая под открытым небом может быть. А иногда это может быть что-то и с крышей, со столиками. Мне кажется, это уже прям крымская визитная карточка. Вот эти вот места, где можно перекусить около дороги. И вот эти вот арбузы, которые можно купить. Да, да, да. Якобы прям с полей, которые находятся неподалеку, фактически позади. Но да. Но подробнее про так называемое тандырное лакомство узнал наш корреспондент. Да, и как вообще, безопасно ли покупать тандырную самсу, знает Коля Уваров. Он нам сейчас и расскажет, что можно есть, а чего стоит лучше избегать. Энвер Ганиев в тандырном бизнесе 10 лет. Вместе с братом самостоятельно собрали первую печь, когда про настоящую узбекскую самсу знали далеко не все. Теперь азиатский пирожок настолько стал популярным, что конкуренция, как на восточном базаре. Повара уверены, выпечка из тандыра куда полезнее западных гамбургеров и хот-догов. Многие уже просто не могут их употреблять, поэтому больше обращается население, даже чисто европейцы. Они предпочитают восточную кухню, именно горячую кухню, чтобы они так сухомятку. В Америке сами они уже устали от своих хот-догов. В ворах разрешительных документов, постоянные проверки, условия легальной торговли для многих целая проблема. Поэтому один и тот же прицеп с печью может кочевать с места на место. Как правило, одна точка продает за день до сотни пирожков, а это порядка 10 тысяч рублей. Что касается тандырной самцы, мы действительно с ней воевали, воевали очень долго, подключали сюда и МВД, и ГАИ, и всевозможные правоохранительные органы, чтобы привести это все в соответствие. Потому что каждый должен знать, что продукт готовится в определенных условиях. Это условия нормальной, чистой, соответствующей кухни. Санитарные нормы – это то, чем чаще всего пренебрегают торговцы уличной едой. Пикник на обочине в 40-градусную жару может обернуться как максимум отравлением, как минимум несварением. Нужно понимать, что в качестве перекуса это будет, во-первых, для организма довольно проблемно. То есть это будет, во-первых, тяжело переварить, а во-вторых, это очень высококалорийно. То есть это возможно, что у человека будут лишние калории. По закону придорожные кафе должны быть оборудованы. Навес, уголок покупателя, обязательные атрибуты. Торговля с прицепа на вынос запрещена. Какая температура печи? Бешеная. Продавцы, работающие легально, считают темных конкурентов игроками вне правил. Они подрывают авторитет национальной кухни и портят имидж полуострова. Если за 90 рублей есть, можно в кафе поесть. Человек должен выбирать, где ему есть. За 90 рублей на улице или за 90 рублей, где можно руки помыть. Как у всех ИП, разрешение на торговлю в положенном месте и тому подобное. Там санкнижки, уголок покупателя. Если верить поварам, то на каждую самсу уходит 180 граммов мяса, 40 граммов лука и 5 курдючного жира. Себестоимость готового продукта не выше 30 рублей. Цену повышают, чтобы отбить аренду и налоги. Бездрожжевое тесто, курдючный жир, мясо и лук. Самса состоит всего лишь из четырех ингредиентов. Многие, кто приезжают в Крым на отдых, воспринимают ее как местное локальное блюдо. Хотя самса своим рецептом обязана даже не Средней Азии, а Центральной Индии. Блюдо, хоть и рискованное, но полностью из местного сырья. Для Крыма санкции оказались поводом развивать местный фастфуд. На смену пресловутым чизбургерам и французским хот-догам пришла тандырная самса. Только на территории Симферопольского района количество торговых точек за два года увеличилось с 20 до сотни. Соответственно, и внимание надзорных ведомств к таким местам стало более пристальным. Николай Уваров, Антон Лукьяненко, Руслан Князев, Новости 24, Симферополь. Ну вот пока есть возможность насладиться тем, что вы еще находитесь в своих теплых постелях, либо дома, рядом с уютной кухней, и можно приготовить чего-нибудь вкусного, не знаю, сделать завтрак, никуда не спешить. Нужно пользоваться этой возможностью, а мы пока будем с вами общаться, находясь на крыше жилого комплекса «Альфа», и отсюда мы можем видеть весь город, а вы можете видеть нас. Но мы тоже не упустим возможности тем временем рассказать вам новости, потому что нам еще, поверьте, есть что показать. Например, знаешь, вот что можно назвать настоящим крымским золотом? Я думаю, что это красивейшие волосы наших крымчанок, в первую очередь, а во-вторую их цвет потрясающий, золотистый, а во-вторую это, наверное, пшеница, которую нас выращивают. Да, совершенно верно. Это, во-первых, знаменитые на весь мир крымчанки и блондинки, которых тут большинство, конечно же. И во-вторую, да, это наша аграрная культура. И, между прочим, в этом году планируют собрать в 2,5 раза больше, чем в прошлом. То есть у нас все-таки урожай есть или пока только планируется? Будет. Насколько я понимаю, будет. Но вот ты знаешь, подробнее на этот вопрос тебе ответит Елена Байрамова, потому что она, скажем так, отправилась на поля изучать, как заготавливается стратегический запас. Ряд за рядом золотистые колоски уходят в комбайн. Он одновременно выполняет несколько функций – жатки, веялки и молотилки. На улице плюс 30 градусов, а в кабине прохладно и просторно. Все автоматизировано. За 15 лет работы за рулем такой габаритной машины Николай Круглов научился ловко делать крутые развороты и заезды. Нравится же на пенсии, но еще и тружусь. Пока у меня здоровье есть. Можете примерно сказать, сколько за свою жизнь вы собрали тонн зерна? О нет, это очень дешево. Это очень дешево. Гектары еще. Ну, каждый год где-то тысячу больше гектар получается. Сбор урожая в Белогорском районе начался в конце июня. Сейчас завершающий этап. С 8 утра и до 8 вечера на полях работают 4 современных комбайна. На сегодняшний день с этого огромного поля, с 1600 гектаров, удалось собрать свыше 4000 тонн зерна. Для аграрии в прошлый год был неудачным. Из-за засухи. В этом показатели лучше в 2,5 раза. В поле засеяно сотом озимой пшеницы, иридос, безостая пшеница устойчива к осыпанию. На урожай влияет не только погода, но и состояние почвы. После уборки она обязательно должна отдохнуть, восполнить запасы минеральных элементов. В хозяйстве практикуется четырёхпольная система земледелия. Первый год озимая пшеница, на следующий год техническая культура, в данном случае кориандр. Следующий год ячмень и на следующий год бобовые культуры. Это и есть севооборот. Таким образом поле не истощается. В среднем по Крыму с гектара земли собирают 30 центнеров пшеницы. Лидеры – Нижнегорский, Красногвардейский и Красноперекопские районы. На сегодняшний день обмолочено 546 тысяч гектаров ранних зерновых и зернововых культур. По состоянию на 29 число было собрано 1 млн 613 тысяч тонн зерна. Полевые работы планируют завершить до конца этой недели. Ожидается, зерновые запасы республики составят рекордную цифру – 1 млн 700 тысяч тонн. Елена Байрамова, Антон Лукьяненко, Новости 24, Белогорский район. Если неожиданности от сегодняшнего дня, и чтобы вы знали, что сегодня стоит надеть и к чему быть готовым, мы предлагаем вам посмотреть прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доверяй, но проверяй. У меня как раз есть новость на эту тему. В общем, разлетелась по всем социальным сетям, по всем интернет-СМИ история про то, что в большом магазине одного из городов мать оставила ребенка в ячейке для хранения. Ну, пошла, значит, якобы в супермаркет, знаешь, отдыхать, свои дела делать, ну, возможно, за покупками, и решила, чего малыш бегать будет, зря силы тратить, и закрыла его на ключ. И вот разлетелась, скажем так, эта история, конечно же, интернет-общественность осудила мать, а на деле-то ситуация была совершенно другой. И доказать это удалось только при помощи камер, которые висели на стене. Видеонаблюдение, да? Да, потому что на самом деле ребенок шутки ради залез вовнутрь, а женщина пыталась его достать, но не могла уж слишком упрямой, малыш оказался. А, то есть, подожди, камеры, допустим, ну, кто-то заснял, что ребенок сидит в этой ячейке, и решили, в принципе, не разбираясь ситуации, сказать, что мама заперла там ребенка. А как оказалось, что нам просто ребенок баловался, и она решила его как-то... Да, и она пыталась, она не засовывая его, она против пыталась достать. Но это выставили так, что она, наоборот, его туда вот трамбовала по чуть-чуть. Это, да, очередной раз... Поэтому, да, доверяй да проверяй. Но я что хочу сказать, хорошо, что все закончилось с хэппи-эндом. Но если вам в жизни, возможно, не хватает совсем чуть-чуть хэппи-эндов, то тогда сходите в кино или в театр, посмотрите, в общем, что там идет на сцене или на большом экране, а мы вам с этим поможем. Сегодня в Крымском академическом театре имени Горького на новой сцене спектакль «Винтаж». В центре постановки два персонажа – актриса и чемпион мира по мотокроссу. Встреча в резиденции дает героям шанс найти понимание родственной души и не умереть от одиночества. Главная тема пьесы – «Любовь лечит». Начало в 19.00. Сегодня в Государственном музыкальном академическом театре – мюзикл «Собор парижской богоматери». Действие происходит в Париже 15 века. Юная цыганка Эсмеральда своей красотой привлекает к себе внимание мужчин. Среди них архидьякон Фролло, молодой красавец Фэб и уродливый звонарь Квазимода. В спектакле еще одно действующее лицо – «Собор». Это сердце средневекового Парижа. Начало в 18.30. В Крымском академическом театре «Кукол» – сказка кувырком по мотивам истории английского писателя Дональда Биссета. Перед зрителями предстает ироничный, элегантный образ старой доброй Англии, где живут обаятельные чудаки. Они много путешествуют, переживают удивительные приключения и с огромным удовольствием рассказывают необычные истории. Начало в 19.00. В этот день в кинотеатрах ремейк диснеевского мультфильма «Король лев». Картина полностью повторяет историю об отважном левенке по имени Симба. Герои, знакомые с детства, оживут на экране и заставят почувствовать все с самого начала. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. На экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира футбольная звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит еще один удар. На этот раз в сердце. Залечить раны спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. Живите, что это вы. Ну, занятно провести время, не выходя из дома. Можно, правда, не выходя из дома. И как именно это сделать, один из способов, знает Саля Салямова. Жареные, вареные, печеные яйца в рационе Александра Рыжевского присутствуют всегда. Но это не какая-то особенная диета, это увлечение жизни. Здравствуйте. Я тут к вам тоже с яйцами. Но мы их будем не готовить, как вы понимаете, а творить. Именно творить. Красоту из скорлупы. Под руководством последователя ФБРЖ подполковника Александра Рыжевского. Своему хрупкому хобби он посвящает все свободное время. А появилось увлечение очень романтично. Александр всего лишь хотел удивить любимую на один из праздников. Открываю холодильник, смотрю яйцо. И потом у меня так думаю, о, у меня есть прибор, который можно резать что-нибудь на поверхности яйца. Я вырежу сердечко и подарю. И понеслось. За сердечками стали появляться квадратики, а потом и более сложные узоры. Например, цветы. И так уже 10 лет. Сейчас в коллекции мастера 300 работ. Скоро появится 301-я. Наверное. Выбираем материал. Тут тебе и гусиные, и индюшинные, и даже голубые яйца. Отнесу шик породы араукана. Но здесь важен не цвет, а размер. Самая простая работа – это на перепелином. То есть это 20 минут яйцо готово, называется. Если такой средней сложности рисунок. Если берем страусины, со страусином иногда я работаю до двух месяцев. Но мы-то пришли со своими, помните? Карандашом наносим рисунок, после чего начинается самое интересное. Сейчас будем делать отверстия. Здесь, конечно, нужно не переусердствовать. В качестве инструмента – бор-машина. Такие еще в стоматологических кабинетах можно увидеть. Желательно, чтобы бор стоял перпендикулярно поверхности яйца. Не наклоненно вот так, а вот перпендикулярно. Он тогда работает эффективнее. И вести надо медленно, спокойно, он сам выбирает. Важно не торопиться. Работаем все-таки с самым хрупким материалом. Хоть в процессе выясняется, что яйцо достаточно прочное. Чтобы получился узор, приходится прикладывать серьезные усилия. О, шикарно! Пилим дальше. Чтобы сделать более острые углы, меняем насадку. Филигранная работа продолжается. И наш рисунок проявляется. Для первого раза кажется неплохо. Секрет ажурной скорлупы раскрыт. К счастью, во время съемок ни одно яйцо не пострадало. Наоборот, даже появился новый сувенир. С Алиасалямова Руслан Хохлов. Утро нового дня. Совпадение ли, что с нашей смотровой площадки отчетливо видно реку Саугир? Вот эти зеленые кроны деревьев сверху. Но и как проходит ремонт. И то, что нас сидит и ожидает гость, который непосредственно с этим связан. Ну, у нас как раз таки мы сейчас воспользуемся возможностью с ними пообщаться. И узнать, как проходит ход ремонтных работ. И что еще нужно сделать, а что успели сделать. Тем более, что у нас сидит генеральный директор строительной компании, ответственный за реставрацию. Да, доброе утро. Игорь Анацкий у нас в гостях сегодня. Доброе утро. Здравствуйте. Как раз таки, да. Мы только что с Артемом говорили о том, что вот это с этой смотровой площадки здорово видно Саугир. Он здесь хорошо просматривается. Как проходит ход ремонтных работ, именно если смотреть изнутри вот этого процесса? Напряженно. Почему? Ну, потому что очень сжатые сроки, поэтому стараемся делать максимально качественно. Поэтому все очень напряженно, но напряженно в графике, скажем так. День-ночь работаете? Ну, есть работа, которую только ночью можно делать. Ну, допустим, вывозить отходы, потому что трасса загружена. Да, трасса загружена, поэтому 80% вывезли всю ночь. Это просто проще, эффективнее. Дело непростое. С какими самыми такими трудностями столкнулись? Возможно, вычищать ил было сложнее всего? Или вот, возможно, реставрационные какие-то вопросы? Нет, в целом все понятно было. Там только надо было начать, и все пошло. Самое сложное, это мы столкнулись с камень, гранит, который там под чугуном лежал, шархинское месторождение, он оказался много прочнее, чем думали все. Мы перебрали очень много оборудования, кто в состоянии был это сделать. И справились как раз с оборудованием, у кого есть советское оборудование, советские станки. Мы нашли в Скалистом цех, нашли в Белогорске цех. Вот на этом смешно споткнулись, честно говоря. Ну, а так все остальное... Устроили, получается? Да, строили достойно на века. Скажите, пожалуйста, вот сейчас какие участки уже... Я ведь, насколько знаю, на некоторых участках реки уже успели так вот, скажем, уйти далеко вперед, а на некоторых еще вот нужно подтянуть работы. Какие у нас самые успешные уже все-таки участки? У нас заключено два контракта. Один контракт заканчивается в конце сентября. Это очистка всего русла Салгира и Малого Салгира и замена всего ограждения чугунного. Это до конца сентября мы должны сделать. А во втором контракту это благоустройство от Шмита в сторону Киевской и Малый Салгир. Это до конца ноября. Но администрация поставила задачу максимально до конца августа выполнить работы от Шмита, от моста Шмита. Да, я знаю, что сократили еще больше, да? Да, сократили еще больше до конца августа. Поэтому, естественно, на этих участках ведется максимально интенсивная работа, чтобы максимально приблизиться к той задаче, которую поставила администрация. Поэтому и там мы ушли намного дальше. Очень много в соцсетях я видела различных постов о том, что вот плитку снимают, она в хорошем состоянии. Что будет потом с этой плиткой? Вся плитка передается МБУ город. Там не только плитка, там и по ребрике в очень хорошем состоянии. Поэтому все туда передается. Наружескотельники наружного освещения все передается. Ну а дальше они там уже распределяют по муниципалитетам. Ну это много информации в соцсетях. С уцелевшими ограждениями ситуация такая же, да? Которые снимаются, демонтируются. Уцелевшие ограждения двух видов. Есть пластиковые, мы их демонтируем и передаем городу. А чугунные мы очищаем, пескоструем, окрашиваем и обратно монтируем. То есть задача максимально сохранить чугунные ограждения на месте. Чугунные ограждения тяжелые достаточно, сколько я понимаю, и трудно ломаются. Выбор связан именно с этим или вот почему используют металл? Ну так исторически создатели этой набережной заложили чугунные ограждения. Поэтому и заказчикам было принято решение максимально сохранить то, что было сделано еще при Советском Союзе. То есть дань традиции, скажем так. Так точно. Да, это потом уже, по-моему, насколько я знаю, пластиковые ограждения устанавливали, но его вандалы тоже не... Да, они пощадили. Опять же таки, если у нас там сейчас плитка, которая укладывается, это не та, которая использовалась, да? Так это новую закупили? Да, это новая плитка, делается в Краснодаре. Завод Веборес, это один из ведущих производителей в России. Очень надежная, качественная плитка. Когда мы сможем увидеть вот Салгир, вот в таком виде, в котором можно было 10 лет назад? Я думаю, это весной следующего года. Объясню почему. Потому что в рамках этого контракта мы приводим в соответствие, и, скорее всего, будет посажена трава. Очень высокая вероятность. А вот на всех склонах, на декоративных островах, на всех склонах будет посажена трава. И вот как раз весной следующего года, когда взойдет трава, это будет вот Салгир в самом таком красивом виде. То есть декоративный газон, насколько я понимаю. Конечно. Ну, просто без этого это будет просто сделана строительная часть, но без этого маленького акцента зеленения этого не будет видно. Хотелось бы также узнать, вот интересный вопрос, повлияли ли работы на глубину? Много ила, насколько я знаю, вы везли. И вполне возможно, что река стала глубже, да? Ну, скажем так, река стала такая, какая ее планировали сделать. Просто ввиду того, что за ней никто не ухаживал, ну, вот вашу бороду не брить там два месяца, что с ней будет? Мы все понимаем. Поэтому и здесь. А здесь больше срока была река предоставлена самой себе. Причем река это искусственное наше. Наша река это искусственное сооружение. И поэтому за ней нужен регулярный уход. Ну, допустим, вот возле МОЗ-училища глубина отложения до метра восемьдесят. Ну, там просто было джунгли. Это все видели буквально несколько месяцев назад. Ну, долго вывозили там, кстати. Там, скажем так, 35-40% вот именно там было. Почему? Потому что там жалюзи, ну, шлюзы были закрыты. И там наносилось, наносилось, наносилось туда. То есть в том месте глубина увеличилась фактически на два метра. Да, да, именно два метра. То есть тут можно себе представить. Поразительные цифры на самом деле. Даже сложно представить. Да, но это правда очень много для Салгира. Ну, конечно, два метра для такой речки, да. И, хорошо, приведем в порядок. Все отремонтируем, а поддерживать порядок будет ваша компания, нет? Нет, конечно. Глава администрации регулярно об этом говорила, что, во-первых, мы только уберем. Во-вторых, нужно следующий шаг сделать, отремонтировать гидротехнические сооружения, чтобы они работали. Восстановить русло. Местами русло продавлено. Это другая раздела проекта. Ну, а потом регулярное содержание. В ее планах, насколько она озвучила их, раз в три года чистить одну треть реки. Ну, и этот цикл достаточно для того, чтобы поддерживать ее нормативное состояние. Эти шлюзы, они теперь будут открытые, да, вот как раз такие? Нет, мы их сейчас... И периодически нужно открывать? Да, их нужно, их так точно, их надо периодически. Когда сбрасывали, понимаете, в чем просто? Все было очень придумано просто. Когда сбрасывалась от полотины водохранилища вода, поднимали шлюзы. Во-первых, вода сбрасывалась, во-вторых, промывалась автоматически. То есть, ну, делал одним действием, делали там два дела. Из-за того, что их долго не поднимали, мы с трудом подняли шлюз, который находится рядом с музучилищем. Зеленой краской и опустим, для того, чтобы набралась вода, и все, дальше нужно ими заниматься. Это следующий этап. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был Игорь Анацкий, генеральный директор строительной компании, который занимается реставрацией набережной реки Салгир. Спасибо и удачи в вашем деле. Ну, а мы будем с нетерпением ждать. Ну, а я знаю, чего сейчас с нетерпением ждут наши зрители. Посмотреть нашу следующую подборку, потому что мы туда закладываем самые резонансные, самые громкие события из крымских социальных сетей, поэтому прямо сейчас. В Николаевке машина упала с 10-метрового обрыва. Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. Последствия кульбита устраняли спасатели МЧС. Они срезали крышу и разблокировали двери, чтобы находившийся внутри мужчина мог выбраться. Он был передан медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В Ялте неизвестный облил кислотой припаркованные машины. В этот раз пострадало 5 авто. Нарушителя ищет полиция. Местные жители говорят, что это продолжается на протяжении 6 лет. Хлеб с мясом не заказывали. Вот такую находку обнаружил в своей покупке житель Симферополя. Но, кажется, начинка ему все-таки пришлась не по вкусу. На что он и пожаловался в соцсетях. Симферопольцы обратили внимание на состояние надзимного перехода в микрорайоне Загородный. Судя по фото, кто-то присвоил всю плитку, у которой был вымощен пол. Пользователи соцсетей пишут, этот факт не только омрачает им настроение, но и создает жуткие неудобства. Керченские дороги настолько суровы, что даже водителям фур приходится не сладко. Огромная дыра занимает обе полосы, а потому автовладельцы вынуждены выезжать навстречу. Часто аварийную ситуацию создают туристы, которые, в отличие от местных, не сразу замечают подвох. Правда, пока там никто подвеску автомобиля не оставил, но это, видимо, пока. А вот ялтинцам с дорогами повезло больше. На их улицах праздник, вернее, укладка асфальта. Время на движение на Найденово, Мисхорска и Жадановского будет затруднено, за то, что не делается все к лучшему. В Ялте ухоженные газоны облюбовали собаки. Братья наши меньшие вольготно гуляют по зеленому ковру, иногда при этом оставляют там пахучие сюрпризы. При этом их нерадивые хозяева не спешат убирать за своими питомцами. А ведь на траве могут играть дети. Ну, а тем временем на улицах нашего прекрасного города уже гуляет наш мобильный корреспондент Стефан Филатов. И ему есть, что нам рассказать. Доброе утро, Стефан. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. С добрым утром всех, кто присоединился к нашему эфиру. Всех крымчан спешу поздравить с началом нового прекрасного летнего дня. Ну, а прекрасный он действительно во многом из-за погоды. Сейчас, несмотря на раннее утро, всего лишь половина восьмого утра, на улице уже 23 градуса тепла. Ну, а в течение дня воздух прогреется до 33 градусов. Что интересно, самым жарким за последние 130 лет этот день был в 2007 году. Тогда столбики симферопольских термометров остановились на отметке в 38 градусов. Только представьте себе. Ну, а самым холодным этот день был в 2007. Тогда было всего лишь 12 градусов тепла. Даже такое бывает. Погода, в принципе, нечто непредсказуемое. Ну, а крымская выделяется даже на этом общем фоне. И, возвращаясь к сегодняшнему дню, хочу сказать, что зонтики вы сегодня со спокойной душой можете оставить дома. Сегодня они вам не пригодятся. Синоптики утверждают, что дождя сегодня не будет. Ну, и возвращаясь опять к жаре. Вот такой, действительно, летней погоде, самое лучшее времяпрепровождение в такую погоду, это, конечно же, на море. А на море уже буквально через 11 дней, 10 августа, состоится колоссальное спортивное мероприятие. В Семиизе, 10 августа, пройдут прыжки со скал. Называется это, этот вид спорта, клифф-дайвинг. Зрелище уникальное, очень интересное. И если у вас на этот день, на 10 августа нет никаких планов, рекомендую вам посетить Семииз. Студия, передаю вам слово. Так и сделаем. Мы так и планируем. Давай, ты просто коротко вам, или я как хочешь. Я? Я. Сидим сейчас здесь на высоте буквально течего полета. Смотрим на набережную, которая меняется, и, в принципе, на Симферополь, которая растет. И понимаем, что времена, конечно же, бегут, все меняется и все развивается. Но о том, какие знаменательные события произошли в прошлом, прямо сейчас. 31 июля в 1498 году Христофор Колумб открыл остров Тринидад в Карибском море. В ходе своей третьей экспедиции, путь которой пролегал через Атлантический океан, мореплаватель увидел остров и позже назвал его в честь Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Это и положило начало освоению Южной Америки. В 1928 году впервые на заставке известной американской киностудии появился «Рычащий лев». «Белые тени южных морей» – так называлась эта кинокартина. Известно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, хотя герой произнес всего одну реплику. Привет! 63 года назад в Москве начал работать центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина в Лужниках. Комплекс был построен в рекордные сроки – 450 дней. На его территории большая и малая спортивные арены, площадки для соревнований. Открыли стадион товарищеским футбольным матчем между сборными РСФСР и КНР. В этот день, в 1922 году, впервые появились водные лыжи. Американец из штата Миннесота Ральф Самуэльсон оборудовал две сосновые доски крепежом для ног и решил испытать их на деле. Эксперимент на поверхности озера прошел успешно. Сегодня водные лыжи уже не только развлечения, но и серьезный вид спорта, по которому проводятся соревнования. 31 июля в 2006 году ввели в обращение банкноту номиналом 5000 рублей. Дизайн купюры был разработан еще в 1997-м. На ней изображены виды города Хабаровска. Первая в истории России банкнота такого же номинала была разработана при временном правительстве в далеком 1917-м. Почти 60% россиян не готовы оформлять для себя электронные паспорта только потому, что считают их ненадежными. И мало ли что может какой сбой произойти в электронной базе. Поэтому все-таки за обычные вот такие вот бумажные документы. Знаешь, хочу сказать, для меня этот вопрос насущный, как в принципе любой вопрос документов, потому что я человек рассеянный. И я вот думаю, что, пожалуй, иметь одну карточку все-таки будет поудобнее. Но причины-то на самом деле эти 60% образуют разные. Вот чего только граждане не боятся. Сбои в работе, боятся, что, возможно, будет утечка данных, что с ним будет проще провернуть мошеннические схемы. И что также некоторые переживают, что его будет не везде возможно применить. Знаешь, как вот заходишь в магазин, карточку принимаете? Нет. Или вот эти вот красивые зеленые деньги, 200 рублей, тоже банкоматы же их не едят? Не едят? Ну нет, насколько я знаю, мне ни разу не получается. Просто мне банкоматы деньги только выдают, а ты, видимо, еще и скармливаешь, да? Ну я иногда пытаюсь подкормить эти электронные машины. Да, ты знаешь, ну вообще я считаю, что людям и машинам уже давно пора найти общий язык, и нам давно пора перестать бояться друг друга. Машины, правда, людей не боятся, я вот думаю, а некоторые граждане до сих пор побаиваются всех этих компьютеров, терминалов. Они просто еще не нашли общий язык. Да, совершенно верно. Ну а вот где можно найти общий язык, даже если он совершенно неродной и непривычный, знает серии? Услышать звучание более ста современных и древних языков мира теперь можно в Крыму, в селе Зеленогорье. Этот музей стал первым на территории России. Евгений Гавринов и его жена Татьяна Фотина живут на южном берегу Крыма, в селе Зеленогорье. В собственном дворе они построили уникальный музей. Создать такое пространство супружеская пара мечтала на протяжении пяти лет. Год назад начали строительство и уже сейчас с радостью принимают первых посетителей. Язык выступает неким барьером. Одной из задач, которую мы ставили при создании данного музея, было постараться эти барьеры помочь людям преодолеть. Не путем того, чтобы изучить, конечно же, все языки, потому что языков 7 тысяч примерно в настоящее время. Мы хотели показать все многообразие языков. Состоит музей из двух экспозиционных залов. Именно на первом этаже находится сердце экспозиции. Здесь с помощью граммофона и динамиков можно услышать речь разных народов и цивилизаций. Есть такие интересные языки, например, как язык антия, то есть это язык свиста. То есть свистом люди общаются и передают полноценные языковые сообщения. Они просто обращают на себя внимание. Один из стенд посвящен языкам народов Крыма. Здесь можно услышать уже неиспользуемые языки, такие как древнегреческий и современные государственные. Здесь в интерактивном пространстве собраны современные и древние образцы письменности со всех уголков планеты. Одним из самых необычных примером письменности является язык древних инков – кипу – узелковое письмо. Этот экспонат является точной репродукцией археологической находки, который содержит описание правления основателя государства инков. Вот мы видим, что следующей нитью идет вот красная нить. Это и есть первый правитель инков. Здесь говорится, что вот первый правитель инков на четвертый год своего правления, четвертый мы понимаем из количества узелков. Раз, два, три, четыре. Вот на четвертый год своего правления он совершил вот определенную вот эту кампанию. Что это была за кампания? Это была кампания по объединению разрозненных провинций. В Древней Азии писали на сухих пальмовых листьях. Сначала надписи вырезались ножом, потом поверхность покрывали чернилами. А на Руси доступным материалом была березовая кора. Береста очень удобна тем, что внутренняя часть коры мягкая. Таким образом производились берестяные грамоты, то, что мы сейчас называем. Да, вот у нас представлено несколько берестяных грамот. Они являются копиями реальных берестяных грамот. А эта зона посвящена искусственным языкам. Здесь представлено 12 образцов. Например, эльфийский язык, который был создан писателем Джоном Толкином для фильма «Властелин колец». Эта письменность была создана специально для этого языка. И здесь написано «Ум Тхама за собой ведет, ум их глава и материал». Когда с распущенным умом мы действуем и говорим, то как колеса за валом, вслед нам несчастье идет. Крымский музей языков стал первым в России и вторым в мире. Аналогичное пространство работает только во Франции. Теперь в маленьком южнобережном поселке можно послушать речь самых разных народов нашей планеты. В самом смысле, потому что совсем недавно прошел чемпионат по одной известной компьютерной игре среди молодежи. И финалист, чемпион по имени Кайл выиграл 3 миллиона долларов. Вот так вот ребенок сидел в интернете, просто играл, играл. И папа ему с мамой говорили, а ну перестань, иди поешь. И он такой, родители, ну вообще-то я уже заработал, и не сколько-нибудь, а 3 миллиона долларов. Да, я вот прям, да, представляю, как он приходит, а кладет, знаешь, не больше пачку и говорит, все, я сегодня не ужинаю, потому что хочется поиграть. Но в интернете, кстати, можно не только играть, а и смотреть интересные, порой забавные, порой пугающие, но все же видео разного формата. И поэтому, чтобы вы зря не тратили свое время и все-таки успели поужинать, мы подобрали самое актуальное и интересное для вас. В Южно-Сахалинске автомобильного бора пометили зеленкой. Мужчина вскрывал и грабил автомобили. Владельцы машин поймали преступника и вымазали ему лицо и руки. Кадры своеобразного народного мщения разошлись по мессенджерам. В полицию пострадавшие обращаться не стали. Глядя, как этот пенсионер делает легкую гимнастику, многие из нас могут сразу начинать завидовать. Хорошее настроение – вот рецепт прекрасного физического состояния героя видеоролика. А ведь то, что он делает, не под силу и многим молодым людям. Зажигательное видео от воронежских бабушек. Они станцевали зумбу под дождем. Так женщины преклонного возраста поучаствовали в программе «Долголетие». Одна из старушек даже прихватила с собой внука. Самой старшей артистки фестиваля – 84 года. В Алма-Ате женщина чуть было не украла ребенка из детского сада. Она планировала вернуть его за деньги. Удивительно, но подозреваемая признана лучшим воспитателем в 2018 году в своем регионе. Благо, другая сотрудница учреждения вовремя увидела, как мальчика хотят увезти в неизвестном направлении. Странная ситуация произошла во время посадки самолета в аэропорту Шереметьево. Как рассказывают очевидцы, несколько людей не зарегистрировались на рейс, а затем каким-то образом незаметно прошли мимо пункта контроля и вошли на борт воздушного судна. На этом путешествие с зайцев и закончилось. Необыкновенная красота вулкана Ринджани в Индонезии. Он окружен кратерами и периодически проявляет активность. На это время его закрывают для посетителей. Именно тогда любители острых ощущений, рискуя здоровьем, самостоятельно поднимаются на вершину. Пара из Америки может смело называть себя командой мечты. И это вовсе не громкие слова. Дело в том, что парень ничего не видит, а девушка не может ходить. Но недуги не мешают им активно проводить время. Горы, лес, их любимые места для прогулок. Сейчас ребята готовятся вместе покорить 4-х километровую вершину. И все-таки совершенно забыл сказать про, пожалуй, что самую важную функцию интернета. Это связывать людей между собой. Позволять общаться на больших расстояниях, видеть лица знакомые, но, знаешь, возможно, такие далекие. И поэтому я думаю, что мы должны быть благодарны в первую очередь за это. Да, и как раз-таки один из тех, с кем мы могли бы сейчас связаться, это Стефан Филатов. Он гуляет по улицам крымской столицы. Стефан, еще раз доброе утро. Доброе. Доброе утро, коллеги. С утром нового дня. Все, кто присоединился к нам, к нашему эфиру, еще раз. Сейчас мы катаемся по городу. Смотрим, какая же ситуация у нас с пробками. Как дело обстоит с транспортным движением. И что интересно, движение сейчас очень хорошее. Ну, конечно, это еще не пик, когда все выходят на работу. Тем не менее, дорога разгружена. Это очень сильно ощущается. И я пришел к выводу, что Симферополь все-таки отчасти является курортным городом. Потому что, ну, разве это не курорт для настоящего водителя прокатиться по дороге, не проводя свое время, не тратя его в пробках. И хотел бы перейти к новости. Рассказать вам о новости, которая будет актуальна для всех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Дело в том, что в системе движения автобусов маршрутных произошли небольшие изменения. Теперь по городу действуют два новых маршрута. Это 13-й и 2-й, если я не ошибаюсь, 7-й. Если вы планируете сегодня добираться с помощью этого вида транспорта на работу, либо по каким-либо другим своим делам, советую вам зайти на официальный сайт Симферополя, Симферопольской администрации, и уточнить этот вопрос, как же теперь эти маршрутки ходят, чтобы потом не попасть в просаг и не потратить лишнее время, не приехать туда, куда вы изначально не собирались. Мы пока что продолжим патрулировать, если так можно выразиться, улицы Симферополя на предмет пробок. Ну а вам, всем зрителям, хочу еще раз пожелать хорошего дня. На этом мое прямое включение подходит к концу. Студия, передаю вам слово. И вот мы с Артемом только сегодня показывали видеоматериал в нашем эфире, как проходит сбор крымского золота, и нам уже есть с кем обсудить как раз-таки этот процесс. Это наш следующий гость. Пойдем? Да, конечно. У нас в гостях сегодня Алимеза Рединова, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. Как раз-таки она нас здорово и проконсультирует в промежуточных итогах сбора урожая. Поговорим, как там с крымским золотом ситуация встает в конце концов. Какой пробы собрали и сколько более подробно. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот сейчас как раз-таки проходит, да? Я так понимаю, что еще зерноуборочная кампания, она еще не закончилась. Ну, совсем чуть-чуть осталась. Чуть-чуть, да? Как вообще по результатам? Мы так понимаем, что в этом году ждем большего количества урожая, чем в прошлом. По результатам. Нормально проходит оборожая? Снега, говорю, уборочная кампания. Зерноуборочная кампания. Нормально, конечно, погодные условия немножко подвели. Должны были закончить раньше так, в принципе. Не можем закончить раньше из-за дождя? Да, да, из-за тех дождей, которые были. Они мешают технике собирать урожай? Или, возможно, они бьют урожай в итоге? Ну, в принципе, когда идет дождь, нет. Они, когда идет дождь, техника на качество зерна влияет. А вот касательно, кстати, погоды и качества зерна, а жара вот наша крымская, аномальная, она как-то влияет на зерно? Нет, вот в прошлом году, когда была аномальная жара, засуха. Да, сейчас это нормальная жара. А в прошлом году была засуха, поэтому на качество зерна это повлияло. Какие культуры зерновые у нас выращивают? Я сейчас заметила, что если проезжаешь мимо любых районов... Да, рапс, соя, горох, нут. Они, насколько я знаю, может быть, засухоустойчивые, да? Они засухоустойчивые, да, и на них есть спрос. Поэтому рынок диктует на горох и нут стали высевать из-за того, что это благоприятно на севооборот влияет, в принципе, для того, чтобы обогащать почву. Ну и ценовая политика тоже, конечно. Выгодно выращивать горох. То есть его, получается, можно дороже продать, да? Да, конечно, конечно. А куда мы сейчас продаем зерно? Если это пшеница, если это ячмень, мы оставляем на полуострове или все-таки на материку это возим? Или вообще за пределы Российской Федерации? Ну, вот конкретно, сейчас сельхозпроизводители, конечно, не выжидают цены, потому что цена не очень хорошая для них. Хотелось бы продать дороже. А сколько сейчас? Не дайте примерно килограмм шипа? Ну, не килограмм, а в тонну. А потом сто. Да, 10 тысяч на тонну. Это зерно третьего класса. Поэтому для сельхозпроизводителей, конечно, хотелось бы продать дороже. А в принципе, продают в основном это... Ну, Сирия, понятно. Китай, Сирия... Ну, на экспорт, в общем, идет, да? Крымское зерно. Да. Ну, экспорт в основном это вот Египет, Сирия, страны Ближнего Востока. А что касается вот гороха и нута, как вы сказали, он идет на местный рынок или тоже? Ну, на местный и на... В основном это страны Азии. Просто вы так сказали, стало аж интересно, если честно, крымский нут попробовать, потому что еще ни разу в жизни не пробовал. Ну, потому что... А есть какая-то разница вообще вот в произрастающих в крымской почве, да, вот, бобовых культур? Ну, конечно, если делать анализ, конечно, есть разница в качестве, может быть, каких-то там составляющих. А размеры прочее? В принципе, вкусовые качества не отличаются. Вкусовые качества идентичные. Идентичные восточному нуту и так далее. Это интересно. Ну, вот даже если сравнить с прошлым годом, насколько я помню, опять вернусь к зерновым, у нас были большие убытки. И помним, что и были меры поддержки предпринимателей, в том числе и федеральные, и на федеральном уровне, и на республиканском. Одна из мер поддержки – это было субсидирование. Вот расскажите, пожалуйста, сейчас вот как-то в большем количестве пользуется популярность именно субсидирование среди аграриев, либо в меньшем. Мы поддерживаем вот так вот экономически? Конечно, субсидирование продолжается, и ежегодно оно увеличивается. Но в прошлом году в связи с засухой еще было дополнительно субсидировано те, кто пострадал. Те, у кого действительно погиб урожай, кому пришлось запахать его в буквальном смысле, те еще получили дополнительное возмещение своих затрат, которые они понесли на посевную. Как можно получить эти меры поддержки? Что нужно делать? Вот какой этап нужно пройти, чтобы ты мог получить какую-то денежку от государства? Нужно работать, быть зарегистрированным на территории Республики Крым, вести свою хозяйственную деятельность, подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя. То есть предыдущий год 70% выручки от деятельности в прошлом году должно быть от именно сельскохозяйственной деятельности. Этим он подтверждает свой статус сельхозтоваропроизводителя. И в принципе, когда мы открываем меры поддержки, они обычно уже в конце февраля по основным направлениям прием документов открыт, есть определенное требование, перечень документов, которые сельхозпроизводитель должен предоставить министерству для того, чтобы получить субсидию. Ну и тогда мы собираемся эти документы, несем в министерство и можем, в принципе, доставать какую-то субсидию. В течение буквально 15 дней мы рассматриваем, в течение 20-25 дней сельхозтоваропроизводителя уже, если с документами все в порядке, он получает непосредственно субсидию. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях была сегодня Алимия Зарядинова, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. Спасибо вам за то, что мы теперь знаем, если займемся зерном и этим бизнесом, что мы будем делать? Ну а я обязательно в свою очередь пойду и поищу крымский нут, потому что мне стало безумно интересно изучить этот вопрос, попробовать обязательно. Так что, да, спасибо. Но что еще мне интересно, это будет посмотреть, как там обстоят дела на реке Салгир. Как вот, когда все завершится, как это пройдет, что будет. Да, и как раз таки это сегодня тема одна из самых актуальных не только в эфире нашей телепередачи, но и, в принципе, для горожан, для жителей крымской столицы. И вот Александр Ткачев провел свою маленькую, так скажем, ревизию, о чем уже и готов с нами поделиться. Набережная реки Салгир входит в топ достопримечательностей крымской столицы. Но так она выглядела не всегда. В бетон ее русло одели к 200-летию города-собирателя. 30-е, 11-е, 1980-го года. Какое послание будущим поколениям оставили первые строители набережной реки Салгир? Сегодня впервые за 40 лет главная променадная зона Симферополя находится на реконструкции. 124 дня. Столько времени, согласно планам, потребуется для преображения русла. Визуализацию проекта можно увидеть на сайте городской администрации. Потому что такая красота, я видел картину. Потому что это будет вообще, ну как она будет практичная или не будет практичная. Мы очень приветствуем все старания нашего нового мэра. И вот это моя гостья. Я приезжаю, оцениваю, конечно, работы ведутся очень энергично. Я думаю, что за год будет все красиво. Самое сложное позади. Со дна Салгира сняли двухметровый слой ила. Чем успешно справились экскаваторщики-миллиораторы. Кстати, на весь Крым таких специалистов всего несколько. Планируем остров, который впоследствии будет как отдыхающая зона. Пока на одних участках продолжают снимать ил и ремонтируют бетонное русло, на других уже укладывают плитку. Проектом предусмотрено два вида мощения. Брусчатка из натурального лабрадорита и искусственный камень, имитирующий серый гранит. Отсек и цемент здесь добавляется, мешается. Потом сыпем, трамбуем, стягиваем и ложим вот в плитку. Пискоцементную смесь строители называют сухим раствором. После накопления влаги он прочно зафиксирует плиты. Телерадиокомпания «Крым» тоже сделает свой небольшой вклад в общее дело. Благоустраивают и прилегающую к руслу территорию. Владимир – коренной житель Симферополя. Помнит Салгир еще до того, как была оборудована набережная. Работает с удовольствием, мешает только жара и безответственные крымчане. Молодежи очень много, и когда мы только положим, сразу пытаются поломать. Много людей просто хамски себе ведут, бросают бутылки в речку забивают. Только почистили русло, а видите, уже опять пакеты. Или еще хуже, портят уже готовые участки набережной. Этот мост через реку Салгир был отреставрирован совсем недавно, но буквально на днях появилась надпись, оставленная вандалами. Непонятно, кому адресовано признание, то ли городской администрации, то ли даме сердца. Но и на хулиганов найдется управа. После окончания основных ремонтных работ набережную снабдят камерами наблюдения и будут регулярно патрулировать. На этом участке уже уложена плитка и установлено чугунное ограждение. В скором времени вся набережная реки Салгир будет выглядеть также опрятно и нарядно. Александр Ткачев, Максим Турщев. Утро нового дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Две, да даже накину еще одну, три хорошие новости. Ну, во-первых, мы в прямом эфире были целый час и будем еще целый час вместе с вами. Это значит, что мы прямо сейчас вещаем на Первом Крымском и Крым-24 одновременно. Вторая новость, то, что мы будем стараться держать вас в тонусе, хорошенько вас разбудить, привести в себя, ну и подготовить вас к трудовым будням, потому что сейчас все-таки самый разгар рабочей недели, как ни крути. Реда. Да, экватор рабочий, поэтому нужно еще постараться, нужно работать без усталости, а главное никуда не опоздать. Ну и третья новость, просто посмотрите, где мы. Так, все, без эмоций не могу, потому что смотровая площадка настоящая. До этого у нас было море, сейчас смотрим на наш зеленый, цветущий летний город, как можно не радоваться. Ну и если Артем уже заговорил о красотах, то я хочу поговорить о красоте не только Симферополя, но и Севастополя. Там на одном из очаровательных самых пляжей Инжир частная компания представляет коммерческие услуги. При этом чеки, ребята, не выдают, а документы предъявлять отказываются. Знают ли об этом надзорные органы и кто стоит за бизнесом, разбиралась Анастасия Соснина. Дикий пляж Инжир на Месси Ая славится живописными пейзажами, увидеть которые приезжают туристы из разных уголков страны. Дмитрий Москвич, ему это место посоветовали друзья. Мне сказали, что здесь есть палатки, то есть стационарные. Живешь просто в палатке и не кушаешь, стоит 600 рублей в день. Если еще кушаешь, то соответственно 200, 200, 250, то есть еще плюс 650. Ставить палатки на пляже разрешается только до границы с заповедной зоной. За каждое место, в том числе и за беседки для отдыха, берут деньги. Такими пластмассовыми и деревянными подонами заставлена вся территория. Стоимость такой конструкции в сутки составляет 400 рублей. В эту сумму, согласно объявлению, входит вывоз мусора и набор технической воды. Эти условные вип-места расположены возле моря. Дикарям у кромки воды места нет. Если мы хотим просто сами по себе, ну, у нас все есть на самом деле. И палатка, газовая горелка, и мы знаем, что нужно мусор собирать, все. Ну, мы бесплатно ищем какие-то места чуть повыше. Я живу здесь на бесплатной основе, чуть выше по горе. Поставил палатку, стою, соблюдаю чистоту. Я знаю, что здесь есть платные услуги, но они не навязчивы. Они просто есть, и можно прийти, допустим, на палубу, там, кафе, бар, да, воспользоваться услугами. А директор кафе уверяет, что никакие коммерческие услуги здесь не оказывают. Документы показывать отказался. Если люди очень захотят, я не могу им отказать. Я добрый человек. Хорошо, вы добрый человек. А с поддонами тоже вы добрый человек? А с поддонами там мы тоже сдаем для гигерей, охотников, которые у нас в межсезонный сезон охотятся. Добрый человек говорит о коммерческой компании, которая в 2017 году взяла в аренду на 20 лет этот земельный участок. Оказывать услуги организация может только в охотничьей и лесохозяйственной деятельности. В общем, юридически у них просто все, ну то есть соблюдается. В части того, что непосредственно вот это охотничье хозяйство совершило какие-то правонарушения в области лесного законодательства, у нас таких фактов не зафиксировано. Но в части коммерческой деятельности ситуация иная. Это показывают результаты проверки. Установлен факт неприменения контрольного кассовой техники в установленном законодательством Российской Федерации случае. Инспекция в отношении юридического лица возбуждена дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.5 Кодекса об административных правонарушениях. Если не предъявляют чеки, можно обратиться по телефонам, указанным на экране, а коммерсантов на Инжири ожидают и дальнейшие проверки. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Курортный сезон, строительство новых дорог, все это резко увеличивает количество туристов, приезжающих в Крым. Ну и помимо этого они знакомятся с нашей местной достопримечательностью. Это не скульптура, это не даже Крымский мост, это еда. Ага, так, я подозреваю, что ты говоришь про те самые тандырные палаточки, где каждый желающий может просто достать такую вкусную кулебяку, да, просто, или что это, ну, пирожок, в общем-то говоря, но и рискнуть одновременно с этим, потому что, конечно, быть уверенными в качестве мы не можем. Поэтому наш корреспондент, между прочим, Николай Уваров, проверил все, как обстоят дела с этими. Как их готовят и можно ли есть эти самсушки, знает Коля Уваров. Энвер Ганиев в тандырном бизнесе 10 лет. Вместе с братом самостоятельно собрали первую печь, когда про настоящую узбекскую самсу знали далеко не все. Теперь азиатский пирожок настолько стал популярным, что конкуренция как на восточном базаре. Повара уверены, выпечка из тандыра куда полезнее западных гамбургеров и хот-догов. Просто не могут их употреблять, поэтому больше обращается население, даже чисто европейцы, они предпочитают восточную кухню, именно горячую кухню, чтобы они так сухомятку. В Америке сами они уже устали от своих хот-догов. Ворох разрешительных документов, постоянные проверки, условия легальной торговли для многих целая проблема. Поэтому один и тот же прицеп с печью может кочевать с места на место. Как правило, одна точка продает за день до сотни пирожков, а это порядка 10 тысяч рублей. Что касается тандырной самцы, мы действительно с ней воевали, воевали очень долго, подключали сюда и МВД, и ГАИ, и всевозможные правоохранительные органы, чтобы привести это все в соответствие. Потому что каждый должен знать, что продукт готовится в определенных условиях. Это условия нормальной, чистой, соответствующей кухни. Санитарные нормы это то, чем чаще всего пренебрегают торговцы уличной едой. Пикник на обочине в 40-градусную жару может обернуться как максимум отравлением, как минимум несварением. Нужно понимать, что в качестве перекуса это будет, во-первых, для организма довольно проблемно, то есть это будет, во-первых, тяжело переварить, а во-вторых, это очень высококалорийно, то есть это возможно, что у человека будет лишняя калория. По закону придорожные кафе должны быть оборудованы. На вес уголок покупателя обязательные атрибуты. Торговля с прицепа на вынос запрещена. Какая температура печи? Бешеная. Продавцы, работающие легально, считают темных конкурентов игроками вне правил. Они подрывают авторитет национальной кухни и портят имидж полуострова. Если за 90 рублей есть, можно в кафе поесть. Человек, наверное, человек должен выбирать, где ему есть. За 90 рублей на улице или за 90 рублей, где можно руки помыть. Как у всех ИП, разрешение на торговлю в положенном месте и тому подобное. Там санкнижки, уголок покупателя. Если верить поварам, то на каждую самсу уходит 180 граммов мяса, 40 граммов лука и 5 курдючного жира. Себестоимость готового продукта не выше 30 рублей. Цену повышают, чтобы отбить аренду и налоги. Бездрожжевое тесто, курдючный жир, мясо и лук. Самса состоит всего лишь из 4 ингредиентов. Многие, кто приезжают в Крым на отдых, воспринимают ее как местное локальное блюдо. Хотя самса своим рецептом обязана даже не Средней Азии, а Центральной Индии. Блюдо, хоть и рискованное, но полностью из местного сырья. Для Крыма санкции оказались поводом развивать местный фастфуд. На смену пресловутым чизбургерам и французским хот-догам пришла тандырная самса. Только на территории Симферопольского района количество торговых точек за два года увеличилось с 20 до сотни. Соответственно, и внимание надзорных ведомств к таким местам стало более пристальным. Николай Уваров, Антон Лукьяненко, Руслан Князев, Новости 24, Симферополь. А в Крыму, между прочим, золото добывают не в шахтах, а на полях. И золотые запасы хранятся не в виде металла, а в виде настоящего и ценного символа жизни и плодородия. Я говорю, конечно же, про зерно. Да, и безусловно, отсюда, с крыши жилого комплекса «Альфа», на которой мы находимся, мы не можем видеть эти потрясающие поля, но тем не менее, Лена Байрамова смогла. Она выехала за пределы Симферополя и даже разобралась в вопросе, как убирают зерно и что с ним потом делают. Ряд за рядом золотистые колоски уходят в комбайн. Он одновременно выполняет несколько функций. Жатки, веялки и молотилки. На улице плюс 30 градусов, а в кабине прохладно и просторно. Всё автоматизировано. За 15 лет работы за рулём такой габаритной машины Николай Круглов научился ловко делать крутые развороты и заезды. Сбор урожая в Белогорском районе начался в конце июня. Сейчас завершающий этап. С 8 утра и до 8 вечера на полях работают 4 современных комбайна. На сегодняшний день с этого огромного поля с 1600 гектаров удалось собрать свыше 4000 тонн зерна. Для аграрии в прошлый год был неудачным. Из-за засухи. В этом показатели лучше в 2,5 раза. Поле засеяно сотом озимой пшеницы и ридос безостая. Безостая пшеница у нас устойчива к осыпанию. На урожай влияет не только погода, но и состояние почвы. После уборки она обязательно должна отдохнуть, восполнить запасы минеральных элементов. В хозяйстве практикуется четырёхпольная система земледелия. Первый год озимая пшеница, на следующий год техническая культура, в данном случае кориандр. Следующий год ячмень и на следующий год бобовые культуры. Это и есть севооборот. Таким образом, поле не истощается. В среднем по Крыму с гектара земли собирают 30 центнеров пшеницы. Лидеры – Нижнегорский, Красногвардейский и Красноперекопские районы. На сегодняшний день обмолочено 546 тысяч гектар ранних зерновых зернововых культур. По состоянию на 29 число было собрано 1,613,000 тонн зерна. Полевые работы планируют завершить до конца этой недели. Ожидается, зерновые запасы республики составят рекордную цифру – 1,7000,000 тонн. Елена Байрамова, Антон Лукьяненко, Новости 24, Белогорский район. Саш, вот предлагаю поиграть в игру в загадки. Я говорю, а ты отвечаешь. Итак, первое. Что важнее всего? Важнее всего погода в доме. А что можно исправить с помощью зонта? Вообще зонта. Насколько? Ну, поется-то зонта. Ну, спрятаться от дождя можно с помощью. Синопольские предупреждают крымчан, в частности, симферопольцев. Погода может быть непредсказуемой, потому что прогнозировался дождь. Как будет сейчас неизвестно, смотрим на небо, чистое совершенно. Ну, если честно, глядя, оборачиваясь просто вокруг, глядя на то, какая сейчас погода, ветра нет, небо чистое. Но сказать, что будет сегодня сильный ливень или шквалистый ветер, он прямо-таки не верится. Поэтому вы, конечно, будьте готовы ко всему, но... Слушай, ты говоришь прямо как метеоролог. Я предлагаю не отбирать у них хлеб, тем более, что они специально подготовили прогноз. Прямо сейчас и посмотрим. метеоролог. Спасибо за субтитры. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну и самое главное, что хорошая погода, она всегда предоставляет возможность насладиться не только улицами нашего родного города, но и посетить те заведения, в которые обычно все ноги не доходят. Ну да, скажем так, сходить на вечерний променад, понимаете о чем я. А потом, возможно, заглянуть в кинотеатр или в театр со своим прекрасным спутником или спутницей. Но мы вам в этом деле поможем, конечно, вы никому не говорите, но сейчас покажу вам, что показывают в кинотеатрах и в театрах сегодня. Сегодня в Крымском Академическом театре имени Горького на новой сцене спектакль «Винтаж». В центре постановки два персонажа – актриса и чемпион мира по мотокроссу. Встреча в резиденции дает героям шанс найти понимание родственной души и не умереть от одиночества. Главная тема пьесы «Любовь лечит» начало в 19.00. Сегодня в Государственном музыкальном академическом театре мюзикл «Собор Парижской Богоматери». Действие происходит в Париже 15 века. Юная цыганка Эсмеральда своей красотой привлекает к себе внимание мужчин. Среди них архидьякон Фролло, молодой красавец Фепп и уродливый звонарь Гвазимода. В спектакле еще одно действующее лицо – собор. Это сердце средневекового Парижа. Начало в 18.30. В Крымском академическом театре кукол сказка кувырком по мотивам истории английского писателя Дональда Биссета. Перед зрителями предстает ироничный элегантный образ старой доброй Англии, где живут обаятельные чудаки. Они много путешествуют, переживают удивительные приключения и с огромным удовольствием рассказывают необычные истории. Начало в 19.00. В этот день в кинотеатрах ремейк диснеевского мультфильма «Король лев». Картина полностью повторяет историю об отважном левенке по имени Симба. Герои, знакомые с детства оживут на экране и заставят почувствовать все с самого начала. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. На экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира футбольная звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит еще один удар. На этот раз в сердце. Залечить раный спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. Знаю, чего тебе, Саша, очень не хватало. Вот прям сейчас появится, жизнь станет проще. Догадалась, о чем я? Завтрака вкусного. Нет, вкусный завтрак это, конечно, не ко мне, а вот рассказать про то, что скоро появится единая проездная карта в Крыму, вот это, конечно, новость полезная. Теперь, представляешь, все эти три пересадки можно будет делать удобно с одной единственной карточкой в автобусе, в троллейбусе, ну, примерно так, как это делают в мегаполисах российских. Я очень даже не против. Да, потому что, ну, во-первых, система комфортная, удобная. Конечно, ей сначала нужно брать обкатку, чтобы все работало без проблем, без ошибок. Ну, и к тому же, знаешь, вот эта мелочь, сдача, водитель отвлекается. Это лишнее. На все нужно время, поэтому я думаю, что как только ведут эти карточки, они станут очень популярными, и мы будем все ими пользоваться. Ну, а Саляя Салямова провела эксперименты несколько другого рода, и ей для этого понадобилось гораздо меньше времени. Жареные, вареные, печеные яйца в рационе Александра Рыжевского присутствуют всегда. Но это не какая-то особенная диета, это увлечение жизни. Здравствуйте! Я тут к вам тоже с яйцами, но мы их будем не готовить, как вы понимаете, а творить. Именно творить красоту из корлупы под руководством последователя ФБРЖ подполковника Александра Рыжевского. Своему хрупкому хобби он посвящает все свободное время, а появилось увлечение очень романтично. Александр всего лишь хотел удивить любимую на один из праздников. Открываю холодильник, смотрю яйцо, и потом у меня так думаю, о, у меня есть прибор, который можно резать что-нибудь на поверхности яйца. Я вырежу сердечко и подарю. И понеслось. За сердечками стали появляться квадратики, а потом и более сложные узоры, например, цветы. И так уже 10 лет. Сейчас в коллекции мастера 300 работ. Скоро появится 301-я, наверное. Выбираем материал. Тут тебе и гусиные, и индюшинные, и даже голубые яйца. Отнесушек породы араукана. Но здесь важен не цвет, а размер. Самая простая работа это на перепелином. То есть это 20 минут яйцо готово, называется. Если такой средней сложности рисунок. Если берем страусиное, со страусином иногда я работаю до двух месяцев. Но мы-то пришли со своими, помните? Карандашом наносим рисунок, после чего начинается самое интересное. Сейчас будем делать отверстия. Здесь, конечно, нужно не переусердствовать. В качестве инструмента бор-машина. Такие еще в стоматологических кабинетах можно увидеть. Желательно, чтобы бор стоял перпендикулярно поверхности яйца. не наклоненно вот так, а вот перпендикулярно. Он тогда работает эффективнее. И вести надо медленно, спокойно, он сам выбирает. Важно не торопиться. Работаем все-таки с самым хрупким материалом. Хоть в процессе выясняется, что яйцо достаточно прочное. Чтобы получился узор, приходится прикладывать серьезные усилия. О, шикарно! Пилим дальше. Чтобы сделать более острые углы, меняем насадку. Филигранная работа продолжается и наш рисунок проявляется. Для первого раза кажется неплохо. Секрет ажурной скорлупы раскрыт. К счастью, во время съемок ни одно яйцо не пострадало. Наоборот, даже появился новый сувенир. С Алия Салямова, Руслан Кохлов. Утро нового дня. Саша, знаешь, как переводится республика? Нет, я знаю, что такое республика, но как она переводится? С латыни это переводится как буквально общее дело. И я считаю, что это очень важно помнить и никогда не забывать, потому что в делах общественных самое главное это участие каждого индивидуума. Ну, об активной жизни, студенческой, не только, мы можем поговорить с нашей следующей гостью. У нас в гостях сегодня Наталья Цишина, член молодежного парламента республики Крым. Ну, вот как раз таки, насколько я знаю, Наталья участвовала в игре «Ты нужен республике». Да, это интересный вопрос, о нем мы поговорим, потому что, во-первых, результаты игры, во-вторых, к чему это привело, а в-третьих, насколько молодежь заинтересована в участии в жизни нашего общего дела. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, скажите, пожалуйста, вот проходила она отбор был непростой. Именно самых активных, самых вот тех, кто умеет быть лидерами и повести за собой. И какие все-таки результаты у «Ты нужен республике»? Самый большой результат это то, что приняли участие огромное количество человек именно уже на финале, когда ребята действительно пришли и проголосовали. Естественно, как сказать, победителям была достаточно доверена огромная просто ответственность, это внести в списки «Единой России», непосредственно уже избираться. Поэтому и в будущем непосредственно от этого будет реализация своих проектов уже с новыми возможностями, с новыми силами. Ну вот участники этого проекта, они тоже предлагали различные свои планы по реализации того или иного улучшения, да, и инфраструктурного, и, возможно, для студентов. Какое-нибудь из них все-таки воплотили в жизнь? Насколько я знаю, ребята работают над своими проектами, но в реализации достаточно очень много нюансов. У меня, например, проект был, он более информационный для того, чтобы доносить правильную информацию от нужных людей в тому, кому это действительно необходимо. То есть все зависит от сложности проекта до его реализации. Это большой этап очень. Ну и все же, насколько в политической жизни республики развито пространство для реализации именно молодежи. Что конкретно сейчас молодой человек может сделать для республики? Ну сейчас очень большое пространство для развития республики, потому что мы из переходного периода открываем все новые возможности, новые двери. Очень много нового для Крыма, я думаю, и для взрослых, и для молодежи. Поэтому крымская политика, вот молодежь Крыма, она сейчас находится на таком, знаете, мне так кажется, становлении, только вот, когда она остановит свои все основы, закрепиться за свою значимость в республике. Вот примерно на таком этапе. Ребята с других субъектов федерации помогают как-то? Вы сотрудничаете? Насколько я знаю, очень много студенческих организаций, общественных организаций, они действительно очень часто связываются. Мы, когда еще только вот 15-16 год, очень много звонили, спрашивали, узнавали, делились контактами. Важно было вот соблюсти все нормы, узнать, как у них, чтобы сделать у нас так же, но лучше. Так же, но лучше. Это хорошая, интересная позиция. что именно вот с таким, ну, как настроением ребята нашли. В чем конкретно заключается роль деятельности членов? Парламент, это тоже непосредственно о чем я говорила, достаточно новая такая сфера деятельности для молодежи крымской. Совсем недавно она была создана. И, скажем, член молодежного парламента, это в первую очередь мы пробовали в первом созыве. Вот. И это представление, конечно, интересов молодежи. Доведение интереса к тому, что будет важно молодежи до того, до исполнительной власти, до законодательной власти. То есть, чтобы молодежь услышали действительно и на таком уже высоком уровне. То есть, чтобы были, если есть какие-то предложения, я так понимаю, чтобы можно было их было проще донести. ну это интересно. А какой вот он голос современной крымской молодежи? Что на данный момент крымской молодежи интересно? Вот если бы вы сейчас куда-то писали, да, вот что было бы в первых пунктах? Мы-то уже давно В силу молодости, как это сказать, интересно все во всех сферах. Вся молодежь, мне кажется, если так можно выразиться, не очень корректно, возможно, лезет везде, ей все интересно, почему и как строится Салгир, как ремонтируется, какие у нас планы, не знаю, на полеты в космос, как улучшить инфраструктуру и так далее и тому подобное. То есть, молодежи интересно все. И так просто сказать, что выделить одну сферу, наверное, все-таки я ее выделю, это самое главное, хорошее будущее для каждого человека, мне кажется, это важно, особенно в молодости, когда ты стоишь на таком пути выбора. Ну, я думаю, что в первую очередь это места, где можно себя реализовать, это и творчески, и по профессии, а во-вторых, даже, наверное, и дорожная инфраструктура, и потому что добираться обычно в таком возрасте, да, допустим, в 20-23 еще нет собственного автомобиля, ну, большинства ребят, ты все-таки это маршрутки, чтобы в них было максимально комфортно. Ну, конечно, ну, вот, в принципе, вот голос молодежи, вы говорите, когда мне молодежь, вот уже выделила позицию, так что вы, пожалуйста, передайте. Хорошо. Очень волнует, видимо, нас маршрутки, да? Ну, нас очень волнует, чтобы было логистически, логистически это все продумано, опять же, такие, что карты, о которых ты говорил, чтобы они были применимы. То есть, я знаю, что в мегаполисах можно взять, открыть приложение на смартфоне и понимать, откуда, куда ты доедешь, за какой период времени, когда подойдет твоя маршрутка, и ты можешь, ну, рассчитывать свое время и где-то более рационально его использовать. Ну, что же, напоследок, маленький короткий вопрос. Я думаю, как вам известно, молодежь в больших количествах целится в большие города, покорять столицы, и не только покорять эстраду, и не только тоже, но в Крыму все-таки есть те, кто остаются. И вот какой призыв вы бы дали крымской молодежи, да, возможно, тем, кто думает, уезжать или не уезжать, или реализовывать себя здесь? Я бы хотела сказать, не попробуешь, не узнаешь. Попробуйте реализовать себя здесь, как говорится, где родился, там пригодился. Потому что у Крыма действительно есть очень большие перспективы. Я бы хотела, чтобы ребята оставались здесь, несмотря на какие-то предрассудки, возможно, убеждения, и развивались все-таки в своем родном крае. Спасибо за ваше мнение. У нас в гостях была Анталья Цишина, член молодежного парламента Республики Крым. Да, тем более, что если хорошенько взглянуть в прошлое, можно увидеть, в Крыму тоже можно было чем заняться. Чего-то только не было, но рассказывать не буду. Давайте покажем вам в целом самые знаменательные события, которые произошли в эту дату. 31 июля в 1498 году Христофор Колумб открыл остров Тринидад в Карибском море. В ходе своей третьей экспедиции, путь которой пролегал через Атлантический океан, мореплаватель увидел остров и позже назвал его в честь Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Это и положило начало освоению Южной Америки. В 1928 году впервые на заставке известной американской киностудии появился «Рычащий лев». «Белые тени южных морей» так называлась эта кинокартина. Известно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, хотя герой произнес всего одну реплику. Привет! 63 года назад в Москве начал работать центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина в Лужниках. Комплекс был построен в рекордные сроки – 450 дней. На его территории большая и малая спортивные арены, площадки для соревнований. Открыли стадион товарищеским футбольным матчем между сборными РСФСР и КНР. В этот день, в 1922 году, впервые появились водные лыжи. Американец из штата Миннесота Ральф Самуэльсон оборудовал две сосновые доски крепежом для ног и решил испытать их на деле. Эксперимент на поверхности озера прошел успешно. Сегодня водные лыжи уже не только развлечения, но и серьезный вид спорта, по которому проводятся соревнования. 31 июля в 2006 году ввели в обращение банкноту номиналом 5000 рублей. Дизайн купюры был разработан еще в 1997. На ней изображены виды города Хабаровска. Первая в истории России банкнота такого же номинала была разработана при временном правительстве в далеком 1917-м. Ну и что хочется сказать, что классно, когда можно вспомнить о том, о значимом, об истории, о тех важных моментах, которые происходили в этот день, от этого и день кажется немножко другим, он более очаровательным, более светлым, более теплым. Да, знаешь, но не менее полезно взглянуть на день из другой перспективы. Возможно, взглядом другого человека, стороннего наблюдателя, чтобы понять, что да, вот знаешь, я сейчас стою в пробке, а где-то только в 5 километрах дорога пустая, и можно было проехать спокойно. Кто-то приехал на работу не таким злым, более добрым. Ну, ты знаешь, за то, что мне нравится, что ты всегда приезжаешь на работу добрым, даже если ты немножечко делаешь это с некоторой задержкой. Да, я феноменальный человек, я опаздываю, но зато с хорошим настроением. Приезжаю. Еще бы когда. Я опоздал, но зато я не переживаю, да, но на самом деле мои опоздания имеют определенную научную закономерность, которая до сих пор исследуется, и я больше чем убежден, что моей вины в этом нет совершенно. Ну, а я очень надеюсь, что Стефан Филатов не заставит нас ждать, и сейчас выйдет с нами напрямую связь. Он находится в центре крымской столицы и уже готов с нами поделиться последними новостями. Слушаем внимательно. Маташ. Здравствуйте, коллеги. Еще раз хочу всем пожелать доброго утра. Сейчас мы находимся в парке на улице Набережная. Здесь, позади меня, проходит участок Набережной Салгира. Рабочие уже на месте. Процесс строительный пошел. Между прямыми включениями у меня было немножко свободного времени, и я успел пообщаться со специалистами. Говорили мы в основном о коммуникациях, потому что это тоже немаловажный вопрос в строительстве, в реконструкции. И вот, общаясь со специалистами на эту тему, я вспомнил одну новость, с которой я просто обязан с вами поделиться. Дело в том, что, говоря опять же о коммуникациях, о газе конкретно, в этой сфере, в этой области будут с 1 сентября небольшие нововведения. Касается это в первую очередь жителей тех, кто живет в сельской области, на сельской территории. Так вот, для льготных категорий населения будут такие нововведения. Во-первых, эта группа льготников может расшириться. А самое главное, что при подключении в каждом индивидуальном случае люди будут экономить порядка 30 тысяч рублей. И где мы сэкономили, важно ведь не потерять. Здесь я хочу рассказать о том, что были замечены, зафиксированы случаи в Симферополе мошенничества. Ничего нового. Опять, молодые люди выдают себя за специалистов, которые пришли заменить деталь. Как правило, это может быть что-либо из приборной панели, либо какой-нибудь счетчик. И эта деталь, как правило, стоит 250-300 рублей, по крайней мере, так говорят пользователи социальных сетей. А просят они за свои услуги, за работу и за саму деталь 7 тысяч. Конечно же, ориентируются они на пожилых людей, на людей доверчивых. И будьте бдительны, если у вас возникли сомнения, обязательно звоните, уточняйте, требуйте у них удостоверения. нельзя становиться жертвой вот таких махинаций. На этом мое включение прямое подходит к концу. Еще раз попрошу вас оставаться бдительными. Коллеги, передаю вам слово. Браконьеры вырубили 56 деревьев в лесополосе в Нижнегорском районе. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Но я понимаю, что даже больший ущерб не в деньгах, а в том, что зачем они вырубают зеленым насаждением. Именно они защищают дорогу от пыли, от поля, от того, когда ветер выдувает полностью от опустошивания. Потому что она влияет как и на экологическую ситуацию, особенно учитывая сложное положение в наши дни. Она влияет и на психологическое состояние человека, ведь доказано, что это важно. Гораздо комфортнее ехать по дороге, видеть вокруг себя зелень, даже если это просто лесополоса тонкая, это все равно по-другому происходит восприятие. Но совершенно иначе картина другой кажется, когда ты видишь просто серость, безликие поля, с которых убрали зерно и которые не радуют своими золотыми колосьями. Пейзаж выглядит посторонним, значит, в таком случае непонятным и далеким. зато гораздо более понятно, это язык, языки мира, которые можно услышать, будучи на одной площадке, но в этом вопросе более компетентна серия России. Евгений Гавринов и его жена Татьяна Фотина живут на южном берегу Крыма в селе Зеленогорье. В собственном дворе они построили уникальный музей. Создать такое пространство супружеская пара мечтала на протяжении пяти лет. Год назад начали строительство и уже сейчас с радостью принимают первых посетителей. Язык выступает неким барьером. Одной из задач, которую мы ставили при создании данного музея, было постараться эти барьеры помочь людям преодолеть. Не путем того, чтобы изучить все языки, потому что языков 7 тысяч примерно в настоящее время. Мы хотели показать все многообразие языков. Состоит музей из двух экспозиционных залов. Именно на первом этаже находится сердце экспозиции. Здесь с помощью граммофона и динамиков можно услышать речь разных народов и цивилизаций. Есть такие интересные языки, например, как язык антия, то есть это язык свиста. То есть свистом свистом люди общаются и передают полноценные языковые сообщения. Они просто обращают на себя внимание. Один из стенд посвящен языкам народов Крыма. Здесь можно услышать уже неиспользуемые языки, такие как древнегреческий и современные государственные. Здесь в интерактивном пространстве собраны современные и древние образцы письменности со всех уголков планеты. Одним из самых необычных примером письменности является язык древних инков кипу узелковое письмо. Этот экспонат является точной репродукцией археологической находки, который содержит описание правления основателя государства инков. Вот мы видим, что следующей нитью идет красная нить, это и есть первый правитель инков. Здесь говорится, что первый правитель инков на четвертый год своего правления, четвертый мы понимаем из количества узелков, раз, два, три, четыре, на четвертый год своего правления он совершил определенную кампанию. Что это была за кампания? Это была кампания по объединению разрозненных провинций. В Древней Азии писали на сухих пальмовых листьях. Сначала надписи вырезались ножом, потом поверхность покрывали чернилами. А на Руси доступным материалом была березовая кора. Береста очень удобна тем, что внутренняя часть коры мягкая. Таким образом производились берестяные грамоты, то, что мы сейчас называем. У нас представлено несколько берестяных грамот, они являются копиями реальных берестяных грамот. А эта зона посвящена искусственным языкам. Здесь представлено 12 образцов. Например, эльфийский язык, который был создан писателем Джоном Толкином для фильма «Властелин колец». Эта письменность была создана специально для этого языка. Здесь написано «Ум Тхама за собой ведет, ум их глава и материал. Когда с распущенным умом мы действуем и говорим, то, как колеса за валом, вслед нам несчастье идет». Крымский музей стал первым в России и вторым в мире. Аналогичное пространство работает только во Франции. Теперь в маленьком южнобережном поселке можно послушать речь самых разных народов нашей планеты. Идти по жизни со спортом не только полезно, но и необходимо для человека. Потому что в современном ритме шумных пыльных городов конечно же необходимо разминать свои суставы, свои косточки, свои мускулы, потому что без этого никак. Иначе засидишься и превратишься в вопросительный знак. И плюс немаловажно не только поддерживать свое здоровье, но и физическую форму, и внешний вид. Это тоже сказывается немаловажно. Восприятие людей. Между прочим нас сейчас ждет гость, с которым мы как раз о внешнем виде и поговорим. Можно поговорить? Пройдем к нему прямо сейчас. А в гостях у нас сегодня Андрей Ширков, главный тренер проекта «Акулья Сушка». Это очень крутой проект, который запускается на первом крымском. Подробнее о нем расскажут. Что это вообще такое, узнаем. Что это за бублик, который любит акулы, или что. Вот уточним максимально подробно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что это за проект такой «Акулья Сушка» и почему именно такое название? Это второй реалити-проект на первом крымском телеканале. Первый у нас был три года назад, назывался «Бои белых воротничков». И вот мы решили, чем еще можно удивить нашего зрителя, чем заинтересовать и что полезного сделать именно для него. И выбрали такой, я скажу, это все-таки, наверное, фитнес-проект, проект о здоровом образе жизни, который будет называться «Акулья Сушка». Проект, где люди будут худеть. Худеть за бабло. А почему «Акулья Сушка»? Потому что меня в мире спорта Крыма знают как «Акулу». И «Сушка», получается, которую я помогаю провести. Я автор проекта, поэтому и назвали «Акуля Сушка». Андрей Ширков. То есть пройдет «Сушка» в строгости, да, по акульим правилам? Вы знаете, очень много у нас интересных лиц, интересных людей, которые будут проводить этот проект. Что только можно сказать об Иване Подрезе. Это известный российский севастопольский паролифтер, который смог за последние восемь месяцев похудеть на 70 килограмм. Ваня весил 190 килограмм, сейчас он весит 120. И зрители, которые будут следить за нашим проектом, увидят, насколько он сильно изменился, какой он позитивный, жизнерадостный, интересный сейчас человек. тренер групповых занятий, это вообще у нас чудо обаяния и хорошего настроения, фокам, ну, Карл Патрик. И пусть Патрик сам весит 150 килограмм, но люди могут посмотреть, насколько с этим весом можно легко, быстро двигаться, вести групповые занятия. Патрик работает тренером и заниматься единоборствами. Ну и тренера, тренера у нас будут 6 тренеров, лучших тренеров, как, по моему мнению, из лучших тренажерных спортивных клубов города Симферополя, поэтому и эти ребята, которые проявили себя уже в спорте, поделятся опытом с нашими участниками. Ну, я так понимаю, что кандидатуры все набраны в качестве участников или есть еще вакантное местечко? Нет, вакантных мест еще очень много. Почему? Потому что кастинг пройдет. На тот телефон, который вы видите сейчас на экранах, можно звонить и присылать свои видеообращения буквально на минуточку. Почему именно вас мы должны выбрать? Почему именно вы будете участвовать в проекте Акулия Сушка? Похудейте за деньги. Почему будут люди худеть, грубо говоря, с лучшими тренерами и при том еще и за деньги? Это главный приз, это мотивация. Я о себе всегда думал, за что бы я так похудел? Конечно, за деньги. Вот это мотивация. А на самом деле призами будут у нас награждены все участники проекта. Мы даже отметим и обязательно лучших тренеров проекта, которые у нас будут. Это позитивное реалити-шоу, где мы хотели бы показать эмоции, хотели бы показать преодоление себя. Но на первом месте все-таки, наверное, это то, что люди должны увидеть. Люди, которые сидят дома, люди, которые, может быть, поставили на себе крест, и у них сложная ситуация в жизни. Поверьте, сейчас видеообращение мы просматриваем, и большое количество уже есть претендентов. На самом деле, абсолютно разные у людей задачи. Им надо показать, что нужно заниматься спортом, нужно на это находить время, и нужно идти в спортивные клубы. Там не обязательно это красивые только там люди, то есть не обязательно это двухметровые накачанные тренера-гиганты, которые никого больше не видят, или девушки только бикини ходят. Нет, там обычные нормальные люди, которые многие приходят даже в 6-30 утра на тренировку, чтобы перед рабочим днем своим посвятить какое-то время своему здоровью. Худеть надо именно, ну, действительно правильно и для здоровья. Да, совершенно верно, ведь самым главным призом будут даже, наверное, не деньги, а здоровье всех участников, которые пройдут через проект. У нас есть такой там лозунг, получается, приобрети свое лучшее тело, что-то в таком духе. Ну, и, знаете, мне кажется, обычную физкультуру никто не отменял, что именно она поддерживает, помогает перевести себя в тонус, да, вот даже просто элементарные физические нагрузки, они не только от веса лишнего избавляют, они просто поддерживают состояние желающих себя в тонусе. Конечно, сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат. Вспомните, как раньше наши дедушки, везде там лозунги висели, зарядки жизни, зарядку дела, это действительно так, это правильно. Ну что же, мне кажется, что правильнее всех и сказали еще греки много тысяч лет назад, что в здоровом теле здоровый дух, а иначе быть не может. Так что спасибо большое за то, что были у нас. У нас был Андрей Ширков, главный тренер проекта Акулия Сушка. Я автор проекта, запомните. В том числе. Поэтому, да, если вы хотите подсушиться хорошенько и, возможно, даже попотеть, так не слабо, обязательно присылайте свои видеозаявки длиной в минуту. Ну, а мы тем временем переходим к видео немножко другого формата, который крымчане, ну просто обожают выкладывать в социальные сети. Специально для вас мы подобрали следующую подборку. В Николаевке машина упала с 10-метрового обрыва. Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. Последствия Кульбита устраняли спасатели МЧС. Они срезали крышу и разблокировали двери, чтобы находившийся внутри мужчина мог выбраться. Он был передан медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В Ялте неизвестный облил кислотой припаркованные машины. В этот раз пострадало 5 авто. Нарушителя ищет полиция. Местные жители говорят, что это продолжается на протяжении 6 лет. Хлеб с мясом не заказывали? Вот такую находку обнаружил в своей покупке житель Симферополя. Но, кажется, начинка ему все-таки пришлась не по вкусу, на что он и пожаловался в соцсетях. Симферопольцы обратили внимание на состояние надзимного перехода в микрорайоне Загородный. Судя по фото, кто-то присвоил всю плитку, у которой был вымощен пол. Пользователи соцсетей пишут, этот факт не только омрачает им настроение, но и создает жуткие неудобства. Керченские дороги настолько суровы, что даже водителям фур приходится не сладко. Огромная дыра занимает обе полосы, а потому автовладельцы вынуждены выезжать навстречку. Часто аварийную ситуацию создают туристы, которые, в отличие от местных, не сразу замечают подвох. Правда, пока там никто подвеску автомобиля не оставил, но это, видимо, пока. А вот ялтинцам с дорогами повезло больше. На их улицах праздник, вернее, укладка асфальта. Время на движение на Найденово, Мисхорска и Жадановского будет затруднено, за то, что не делается все к лучшему. В Ялте ухоженные газоны облюбовали собаки. Братья наши меньшие вольготно гуляют по зеленому ковру, иногда при этом оставляют там пахучие сюрпризы. При этом их нерадивые хозяева не спешат убирать за своими питомцами. А ведь на траве могут играть дети. Хочу сказать, что все же спорт – это, безусловно, жизнь. И здоровье – это, пожалуй, самый важный ресурс, который позволяет нам заниматься всеми остальными делами. Вот именно поэтому и стоит участвовать в такого рода проектах, потому что привести свое тело в порядок – это, конечно, здорово. Но очень важно поддерживать свое тело в том состоянии, когда бы оно могло поддерживать человека и работать, работать безотказ. Знаешь, я думаю, что каждый должен стартовать свой собственный проект в том числе. Проект по любви и по хорошему отношению к самому себе. И если вам комфортно иметь, возможно, лишний килограмм, а возможно, не добирать один килограмм, но вы чувствуете себя бодро, вы справляетесь со всеми задачами и вы себе нравитесь, это главное. Поэтому быстренько берем себя в руки и становимся именно такими, какими нам комфортно и приятно быть. Кстати, вот говорим про спорт. Я вспомнил, что Стефан, между прочим, наш корреспондент, довольно-таки любит спорт, причем даже экстремальный. Да, вот об этом экстремале мы можем говорить много, но гораздо интереснее, вот если он расскажет обо всем сам. Снова здравствуй. Доброе утро, коллеги, с добрым утром всех, кто встречает последний день июля в нашей компании. Прогуливаясь по Симферополю в поисках актуальных для вас тем, я не мог не обратить внимания на то, что на улицах Симферополя множество просто информационных досок, информационных табло, столбы и даже здания электроподстанций, все они пестрят разнообразными афишами. Ну, как правило, это разные музыкальные группы, которые посетят Симферополь, ну и, в принципе, конечно же, Крым. И это все навело меня на мысль о том, что наряду с такими афишами, с музыкальными событиями и ивентами, очень мало почему-то афиш театрального искусства. Хотя, как мы все знаем, сейчас 2019-й, и это год театра. Кстати, хотелось бы сказать, что Министерство культуры России выделяет дополнительно на развитие этой отрасли, театральной отрасли, выделяет дополнительно 104 миллиона рублей. Все это делается в рамках национального проекта под названием «Культура». А его цель в промежутке до 2024 года повысить посещаемость театров и по мнению специалистов все эти меры, которые сейчас предпринимаются, они увеличат посещаемость театров на целых 15%, а это действительно очень такой весомый процент, я бы даже сказал. Поэтому всех призываю интересно проводить свой досуг, свое личное время. Вы можете ходить на концерты, но не забывайте, конечно, посещать театры, потому что это развитие и это может быть интересно. На это мое прямое включение подходит к концу. Еще раз хочу всем пожелать хорошего последнего июльского дня. Студия, передаю вам слово. Ну, а благодаря интернету мы можем увидеть много разных материалов на просторе сети, но лучше подборку из этих видеоматериалов мы вам покажем прямо сейчас. В Южно-Сахалинске автомобильного бора пометили зеленкой. Мужчина вскрывал и грабил автомобили. Владельцы машин поймали преступника и вымазали ему лицо и руки. Кадры своеобразного народного мщения разошлись по мессенджерам. В полицию пострадавшие обращаться не стали. Глядя, как этот пенсионер делает легкую гимнастику, многие из нас могут сразу начинать завидовать. Хорошее настроение вот рецепт прекрасного физического состояния героя видеоролика. А ведь то, что он делает не под силу и многим молодым людям. Зажигательное видео от воронежских бабушек. Они станцевали зумбу под дождем. Так женщины преклонного возраста поучаствовали в программе долголетия. Одна из старушек даже прихватила с собой внука. Самой старшей артистке фестиваля 84 года. В Алма-Ате женщина чуть было не украла ребенка из детского сада. Она планировала вернуть его за деньги. Удивительно, но подозреваемая признана лучшим воспитателем в 2018 году в своем регионе. Благо, другая сотрудница учреждения вовремя увидела, как мальчика хотят увезти в неизвестном направлении. Странная ситуация произошла во время посадки самолета в аэропорту Шереметьево. Как рассказывают очевидцы, несколько людей не зарегистрировались на рейс, а затем каким-то образом незаметно прошли мимо пункта контроля и вошли на борт воздушного судна. На этом путешествие с зайцев и закончилось. Необыкновенная красота вулкана Ринджани в Индонезии. Он окружен кратерами и периодически проявляет активность. На это время его закрывают для посетителей. Именно тогда любители острых ощущений, рискуя здоровьем, самостоятельно поднимаются на вершину. Пара из Америки может смело называть себя командой мечты. И это вовсе не громкие слова. Дело в том, что парень ничего не видит, а девушка не может ходить. Но недуги не мешают им активно проводить время. Горы, лес, их любимые места для прогулок. Сейчас ребята готовятся вместе покорить четырехкилометровую вершину. С нашей смотровой площадки с высоты 16 этажа отчетливо видно, ну если не треть, то наверное все-таки четверть Симферополя так точно. И прекрасно видно также русло реки Салгир. Поэтому видны все работы. Вот уже рабочие, кстати, подвезли какой-то материал. Видимо, будут что-то укладывать. И вот уже, признаюсь, не дождусь пройтись по готовой набережной. Ну, я абсолютно разделяю вот это вот трепетное ожидание Артема, потому что за город, наверное, душа борит. Очень хочется, чтобы он был просто идеальный. И вот мы говорили, что отлично было бы, если бы он был абсолютно зеленый, чтобы именно вот этими деревьями, с деревьями он бы ассоциировался бы, именно это бы поддерживали как в эстетическом восприятии крымской столицы. Согласен, но вот еще хотелось бы сказать, что взглянуть на вопрос, как уже сегодня сообщали, можно по-разному. Например, изучить вопрос рекой Салгир можно поподробнее. Что и сделал Саша Ткачев. Прямо сейчас посмотрим, как он это сделал. Набережная реки Салгир входит в топ достопримечательностей крымской столицы. Но так она выглядела не всегда. В бетон ее русло одели к 200-летию города-собирателя. 30-е, 11-е, 1980-го года. Какое послание будущим поколениям оставили первые строители набережной реки Салгир? Сегодня впервые за 40 лет главная променадная зона Симферополя находится на реконструкции. 124 дня. Столько времени, согласно планам, потребуется для преображения русла. Визуализацию проекта можно увидеть на сайте городской администрации. того, что такая красота, я видел картину. Того, что это будет вообще. Ну, как она будет практичная или не будет практичная. Мы очень приветствуем все старания нашего нового мэра. И вот это моя гостья. Я приезжаю, оцениваю, конечно, работы ведутся очень энергично. Я думаю, что за год будет все красиво. Самое сложное позади. Со дна Салгира сняли двухметровый слой ила. Чем успешно справились экскаваторщики-миллиораторы. Кстати, на весь Крым таких специалистов всего несколько. Планируем остров, который впоследствии будет как отдыхающая зона. Пока на одних участках продолжают снимать ил и ремонтируют бетонное русло, на других уже укладывают плитку. Проектом предусмотрено два вида мощения. Брусчатка из натурального лабрадорита и искусственный камень, имитирующий серый гранит. Отсек и цемент здесь добавляется, мешается. Потом сыпем, трамбуем, стягиваем и ложим вот в плитку. Пискоцементную смесь строители называют сухим раствором. После накопления влаги он прочно зафиксирует плиты. Телерадиокомпания Крым тоже сделает свой небольшой вклад в общее дело. Благоустраивают и прилегающую к руслу территорию. Владимир – коренной житель Симферополя. Помнит Салгир еще до того, как была оборудована набережная. Работает с удовольствием, мешает только жара и безответственные крымчане. Молодежи очень много, и когда мы только положим, сразу пытаются поломать. Много людей просто хамшки себе ведут, бросают бутылки в речку, забивают. Только почистили русло, а видите, уже опять пакеты. Или еще хуже, портят уже готовые участки набережной. Этот мост через реку Салгир был отреставрирован совсем недавно, но буквально на днях появилась надпись, оставленная вандалами. Непонятно, кому адресовано признание, то ли городской администрации, то ли даме сердца. Но и на хулиганов найдется управа. После окончания основных ремонтных работ набережную снабдят камерами наблюдения и будут регулярно патрулировать. На этом участке уже уложена плитка и установлено чугунное ограждение. В скором времени вся набережная реки Салгир будет выглядеть также опрятно и нарядно. Александр Ткачев, Максим Турчев. Утро нового дня. Вот и прошел второй час нашего эфира на самой, пожалуй, что удивительной площадке. Как же полезно побывать на такой высоте и взглянуть на родной город с доселе невиданной перспективы. За это спасибо жилому комплексу Альфа, на крыше которого мы находимся. Ну, а нам тем временем пора прощаться. И мы обязательно вернемся к вам завтра. С вами был Артем Андроновский, Александр Карнович. Пока-пока. До новых встреч. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!